Евангелие от Иоанна 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 Евангелие от Иоангелие от Иоанна Евангелие от Иоангелие от Иоанна Евангелие 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 от Иоанна Духа Святого в день Пятидесятницы Это еврейский праздник Через 50 дней после Пасхи Вифлеем был особым местом До рождения Иисуса Там проходили очень серьезные приготовления Мария и Иосиф Иоанн Креститель Даже архангелов подключили Это самые важные ангелы Божии Гавриил, который находится в присутствии Бога Принес послания людям о том, что Бог будет делать Мне кажется, это очень серьезные приготовления, не так ли? Кто здесь последователь Христа? Есть несколько, да? А, уже несколько сотен, так? Это хорошо, а кто из вас когда-нибудь видел архангела? Ноль! Значит, это было довольно необычное мероприятие То есть приготовления к рождению Иисуса Проходили на высшем уровне Его сопровождали различные пророчества За сотни лет до этого пророки рассказывали Что будет, когда родится Иисус Многие люди это упустили А те, кто знали Писание, оказались к этому не готовы Пророки назвали множество деталей появления Иисуса Вы знаете эти стихи благодаря рождественским открыткам Они сказали, где он родится, и много других деталей Но было и много неизвестных компонентов Ни у кого не было полного портфолио, чтобы кто-то мог сказать Да, все четко и ясно Мария сказала, как это возможно? А ангел ответил, Дух Святой сойдет на тебя Ну, сразу стало яснее Мария хотела бы, чтобы у нее была футболка с надписью Дух Святой сошел на меня, чтобы она могла носить ее по Назарету Потому что многие показывали пальцем и обсуждали ее Было много неизвестного К нам раньше никогда не приходил Мессия Мы не знали, чего же ждать Даже несмотря на все пророчества Оставалось много неизвестного А также было сильное противостояние Никто такого не ожидал Так было при рождении А также и в конце жизни Иисуса Когда он исполнял свою миссию Противостояние только росло и не спадало Даже чудеса не уменьшали противостояние Мне это кажется нелогичным Как можно выступать против того, кто ходит по воде и воскрешает мертвых Почему не приглашать на вечеринку того, кто может из воды сделать вино? Но противостояние продолжало расти Все началось в Вифлееме с убийства младенцев Все мальчики, которые родились в то же время, что и Иисус, были убиты А Иосиф и Мария убежали с ребенком в Египет Потому что понимали, что за ним будут гоняться повсюду И это противостояние следовало за ним по всей жизни Благодаря тому, что произошло в Вифлееме Кардинально изменилось отношение Бога к человечеству Приход Мессии изменил все Уже никогда не будет так, как прежде Жертвоприношений больше не нужно Нам не нужно приносить ягненка в жертву в день искупления Потому что Иисус принес Себя в жертву раз и навсегда Приход Мессии произвел кардинальные изменения в наших отношениях с Богом Согласны? Думаю, здесь можно провести некоторые параллели с приходом Святого Духа Приготовления Какими были приготовления к приходу Святого Духа? Все было сконцентрировано на Иисуса, на Его личности и на Его работе Пока Иисус не закончил свою искупительную работу, чтобы изменить наши отношения с Богом, Дух Святой не мог делать то, что Он делает Иисуса можно назвать весьма серьезным приготовлением А еще было много предсказаний Иисус, величайший из всех еврейских пророков Я уже показывал вам несколько примеров Он говорил, готовьтесь Он идет в Деяниях первой главе Он говорит, даже не уходите из Иерусалима, пока не будете крещены в Дух Не важно, что вы встретили воскрешего Христа и провели с Ним очень много дней Не важно, что целых три года вас наставлял Сам Иисус В день Пятидесятницы после прибытия Духа Святого Петр встает и говорит Произошло то, о чем говорил Иоиль В последние дни залью Духа Моего на всякую плоть Петр цитировал Иоиля То есть, приход Духа Святого был исполнением пророчества, как и приход Иисуса Но также о приходе Духа Святого многое было неизвестно Ни у кого не было предыдущего опыта, который приготовил бы их к этому Ученики были грустными, озадаченными, сбитыми с толку и напуганными Они не знали, как это будет А еще было противостояние, постоянно растущее противостояние Вначале был лишь арест и небольшие угрозы Потом был арест и избиение Потом были аресты и казнь А потом начали убивать последователей Христа прямо на улицах Иерусалима Им пришлось бежать из города Противостояние росло Противостояние Духу Святому продолжается на земле по сей день Но как приход Иисуса принес кардинальные изменения Так же было и с приходом Святого Духа Думаю, это наиболее очевидно в жизни учеников Эти персонажи, которые поясничали в Евангелиях Я сказал это по-доброму, потому что однажды мы с ними встретимся Я не хочу потратить первые несколько лет на восстановление своего здоровья Им было сложно понять, о чем говорил Иисус и что Он им показывал И довольно часто Иисус смотрел на них и думал «Вы действительно такие тупые?» Да, им было непросто А кому было бы просто, но после прихода Духа Святого Они стали неудержимой силой, те, кто прятался Когда Иисуса арестовали, стояли перед Санедрионом и говорили «Мы не перестанем» Их не останавливали ни избиения, ни угрозы Их бросали в тюрьмы, избивали до полусмерти А они снова выходили на городскую площадь И говорили «Мы будем рассказывать об Иисусе» Единственная разница между ними, прежними и нынешними была в приходе Святого Духа Они получили новую силу Присутствие Святого Духа означает, что у нас есть помощь из другого царства Мы не остались наедине только со своими мыслями, средствами и способностями Мы получили помощь 16 глава, 27 стих Иисус говорит «Ведь Отец Сам любит вас, ибо вы любите Меня и верите, что Я пришел от Бога» Какие удивительные слова Иисус говорит с учениками Там собраны Его лучшие друзья И Он говорит «Отец Сам любит вас, ибо вы любите Меня и верите, что Я пришел от Бога» У меня вопрос Все ли любили Иисуса? А все верили, что Он пришел от Бога? Но ведь Он пришел к Божьему избранному народу? Он пришел туда, где был храм Божий и святое святых А в нем было присутствие Божие Они были в Завете с Богом еще со времен Авраама Это был народ Бога Но многие из них не верили в то, что Он пришел от Бога И многие не любили Его Но Иисус говорит «За то, что вы поверили и любите Меня, Бог любит вас» У меня вопрос Разве на Духа Святого мы не должны реагировать так же? Разве мы не должны любить Его? Разве мы не должны верить, что Он пришел от Бога для нашей пользы? Каким был главный аргумент тех, кто не любил Иисуса? Они говорили Иисусу «Мы дети Авраама» Не говори, что нам нужно что-то еще Иисус ответил «Вы должны понять, что Бог может сделать детей Авраама даже из камней» «Вы дети дьявола» «Ну, тогда все и началось» «А что говорим мы?» «Не говори Мне» «Что нужно говорить о Духе Святом» «Не говори, что это важно» «Я рожден свыше» «Я не пытаюсь умолить важность вашего рождения в Царство Божие» Это очень важно Но вполне возможно иметь завет с Богом И игнорировать Его обеспечение для этого времени Давайте посмотрим на следующий стих Иисус говорит «Я пришел в мир от Отца» «Опять же, все очень просто, но думаю, что мы невнимательны» «Я пришел от Отца» «Я начал не здесь, я пришел в мир в Вифлееме» «Вы знаете эту историю» «Мы собрали нескольких ангелов, пастухов, волхвов» «Я пришел в мир от Отца» «Посмотрите на следующее предложение» «Теперь же я покидаю мир и возвращаюсь обратно к Отцу» «Я не перестаю существовать», «Я не выхожу из игры» «Я все еще в игре» «Кстати, Иисус возвращается» «Он покинул этот мир и вернулся к Отцу» «Он все еще жив и здоров» «Слова очень простые» «На современном языке это бы звучало так» «Я удаляюсь» «И вы не можете попасть туда, куда я иду» «У вас нет туда доступа» Мне кажется, что мы слишком сильно держимся за этот мир Из-за этого мы духовно обнищали Мы имеем помощь от другого царства Нам нужно лучше понимать, что собой представляет этот мир В 17 главе Иисус молится Отцу «Я принес им учение Твое» «Но мир возненавидел их, ибо они не принадлежат к миру сему» «Так же, как и я» «Не принадлежу к этому миру» В греческом языке больше, чем одно слово обозначает слово «мир» В этом отрывке используется слово «космос» Речь не о материи, которая вращается в пространстве вокруг звезд В этом контексте это слово означает «Нынешний мировой порядок» Иисус говорит «Не забирай их из этого мирового порядка, а лучше защите их» Посмотрите на 15 стих «Я не прошу, чтобы ты взял их из мира» «Прошу лишь, чтобы ты охранил их от зла» Иисус признает, что в этом мире есть зло Он сказал ученикам «Я пришел в мир от Отца» Это означает, что Он пришел разобраться с проблемой зла «И теперь я покидаю этот мир и возвращаюсь к Отцу» Работа Иисуса на кресте полная, целостная и достаточная Он победил врага Но эта победа выражена еще не полностью Враг все еще живет и здравствует на планете Земля И поэтому Иисус молится, чтобы Бог сохранил нас от Него То есть мы остаемся в системе этого мира Иисус понимал это Он сказал «Я ухожу, но вам так будет лучше, потому что если я уйду, то я пришлю вам другого помощника Который будет с вами и внутри вас Теперь я не буду работать только с двенадцатью И когда у них что-то не будет получаться, они будут обращаться ко мне Будет больше молитв, нужно будет посетить больше мест Я пришел для потерянных овец Израиля, а не для всех Поэтому я хожу только по Израилю Но наступил день, когда Иисус велел нам пойти по всему миру Во все страны и народы Во все племена и языки Так как же мы это сделаем? Дух Святой придет, и Он будет с вами и в вас Он научит вас всему, что вам нужно знать обо Мне Я принес эти перемены, но Он будет системой доставки Если вы хотите, чтобы церковь стала инертной и неэффективной Какими бы одаренными мы ни были, сколько бы в нас ни было потенциала или силы Если отключить нас от источника силы, то мы будем говорить лишь о том, что мы могли бы сделать И кем бы мы могли стать? А Дух Божий Это система доставки Он выражение силы Божией И нам нужно научиться сотрудничать с Духом Божиим Он здесь, чтобы помогать нам И считать Его неважным Так же наивно, как считать неважным Иисусом Вам не нужна помощь Иисусом Просто соблюдайте закон Полностью Вам не нужна помощь Святого Духа Просто победите все зло Посмотрим Что из этого получится Посмотрим Нам нужна Его помощь полностью Вот почему Бог послал Его А нам нужно смириться хоть немного Дело вовсе не в опыте, а в Божьем обеспечении для нашей с вами жизни Вы согласны со мной? Аминь Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном А также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру Это будет возможно только с вашей помощью Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборе А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном С первых и до последних глав Библии Дух Божий и Сила Божия взаимосвязаны Это почти синонимы Всем нам в какие-то моменты жизни нужна Сила Божия, чтобы получить нужный результат Это тема новой уникальной книги пастора Аллена, основанной на его учении «Высвобождая силу Духа Святого» Сделав пожертвование, вы получите книгу «Освобождая силу Святого Духа» связанные проявления Откройте безграничный потенциал взаимодействия с Духом Святым Звоните по номеру, указанному на экране, или заходите на наш веб-сайт Спасибо вам за поддержку служения Аллена Джексона Вместе мы изменим мир Мы бы хотели пригласить вас на наше служение в выходные дни Здесь вы найдете множество дружелюбных людей, захватывающие поклонения Удивительные встречи и вместе будете изучать Слово Божие Здесь есть что-то для всей семьи Вы можете прийти в субботу в 5 вечера или в воскресенье в 8 и 10 утра Мы находимся прямо возле I-24 И нас легко найти Вы можете зайти на наш сайт, чтобы найти нас Присоединяйтесь к нам, мы будем рады видеть вас С первых и до последних глав Библии Дух Божий и Сила Божия взаимосвязаны Это почти синонимы Всем нам в какие-то моменты жизни нужна Сила Божия, чтобы получить нужный результат Это тема новой уникальной книги пастора Аллена, основанной на его учении «Высобождая силу Духа Святого» Сделав пожертвование, вы получите книгу «Освобождая силу Святого Духа», связанные проявления Откройте безграничный потенциал взаимодействия с Духом Святым Звоните по номеру, указанному на экране Или заходите на наш веб-сайт Спасибо вам за поддержку служения Аллена Джексона Вместе мы изменим мир! Продолжение следует...